Друзья, товарищи, недавно у меня был мой личный юбилей. Два года, как я живу вне России. Собственно, это до сих пор не превышает количество времени, которое я пытался из России переехать, но однако же я довольно много накопил разного опыта за эти два года, и во многом этот опыт был негативный. Собственно, думаю, вы знаете разных людей из вашего окружения, которые либо тоже переехали, либо переехали и вернулись, либо мечтают переехать, но побаиваются. Все это очень непросто, и сегодня я, как обычно, буду долго об этом распинаться, но вот какой формат я придумал. Я буду опровергать мифы про переезд, которые озвучивают люди, которые, скорее всего, никогда с этим не сталкивались, и реальные факты, которые за этим стоят и как бы являются внутренней правдивой частью каждого из этих мифов. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Здрасте, вы на канале Сейна. Меня часто спрашивают о способах переезда, и я думаю, самые безумные вы без меня знаете. Кто-то переходит границу с Мексикой, чтобы попасть в США. Кто-то ищет европейцев в Тиндере, чтобы попасть в Европу. Но, товарищи, не придумали еще способа надежней и доступней, чем студенческая виза. Если вы давно об этом задумывались, но никогда не интересовались всерьез, у меня есть для вас идеальный вариант разобраться. Академия Go Study. Проект поможет каждому из вас получить возможность выиграть обучение и узнать абсолютно все об образовании в Европе совершенно бесплатно. Кто не знает, несколько лет назад с их помощью я выучил чешский язык, а сейчас они запустили телеграм-бот, в котором вы найдете пошаговые гайды и материалы об учебе и жизни в европейских странах. Вас ждут бесплатные уроки немецкого и чешского, гайды и чек-листы, материалы по саморазвитию и профориентации, вебинары с экспертами и студентами. Ежегодно сотни студентов Go Study получают визовую поддержку и после вклейки заветных виз переезжают в Чехию, Словакию, Австрию, где получают образование в топовых вузах. А в Академии Go Study каждый студент получит шанс выиграть гранты на годовое обучение в Европе от Go Study на общую сумму более 200 тысяч евро и исполнить свою заветную мечту — обучение за границей. Из условий вам просто нужно быть подписанным на Телеграм-бота. Это все. Переходите по ссылке в описании и не упускайте свой шанс изменить свою жизнь. Возвращаемся к ролику. Первый и самый распространенный миф — вы там никому не нужны. На этом мне еще до переезда хотелось спросить, а кому вы нужны на родине, кроме своих родителей? И то не все как бы такой роскошью обладают. Чтобы достичь успеха в любом месте на планете, вам нужно быть, во-первых, конкурентно способным в сфере, в которой вы развиваетесь, а во-вторых, иметь связи внутри этой сферы или вне нее, которые помогут вам продвинуться. И без этого и на родине вы тоже никому не нужны. То есть, опять же, если вы ничего миру предложить не можете, вы не нужны нигде. И также верно с точностью обратное, что если вам есть дохера что предложить и предложить прям уникальное, тогда вы нужны везде. Более того, многие европейские и не только европейские страны буквально публикуют список профессий, в которых они нуждаются. И готовы предложить упрощенный способ оформления документов для людей этих профессий. То есть, некоторые страны буквально кричат «Вы нам нужны тут!» И если следует логике «Там вы никому не нужны», то это «Там может быть в том числе соседний город вашей страны». И вообще это как будто отменяет любые серьезные перемены в жизни, против чего я не могу не выступать и не высирать вам тут мои размышления. Но, однако же, перейдем к правдивой части этого. Вас обнулят. Да, к сожалению, у этой фразы за последние два года появились новые, не самые приятные значения. Но я имею в виду, конечно же, именно стирание ваших достижений, социальных контактов. И вам неизбежно придется себя пересобрать. В самом лучшем случае научиться говорить с новыми людьми на новом языке в новой корпоративной культуре. И это только для небольшого процента счастливчиков, которые переехали благодаря своей работе и сохранили профессию сразу. Что очень редко. Большинство, чтобы прийти хотя бы к тому, чтобы заниматься тем же, чем и на родине, им приходится еще и работать хер пойми где. И я в ролике про советы 20-летним советовал поработать на каких-нибудь вот херовых работах, чтобы просто понять, что это. И считаю это важным кирпичиком вашего фундамента жизненного опыта. Ну так вот, это момент, когда он может пригодиться и когда вы в том числе можете такой опыт получить. Особенно вот в ситуации, когда я, будучи блогером, я в России получал выше среднего и чувствовал себя именно прям классненько. По сути, то же самое было в Грузии половину времени. Но здесь любой официант зарабатывает больше меня. Любая уборщица зарабатывает больше меня. Даже те, кто язык не знают. И людям, которые у себя на родине были вот типа меня самозанятыми темщиками, у которых там доход складывается от разных странных фиговин, потеря всех социальных контактов и именно вот каких-то сетей пробивания муток, которые есть, вот их полная потеря, это реально очень тяжелый удар. И помимо того, что кому-то приходится банально вывести там работу официантам год, и это в случае, если вы за этот год что-то другое успели размутить, то помимо того, что вывести это физически, это нужно вывести именно психологически, потому что, ну, невозможно постоянно не сравнивать то, что вот вы там в Москве могли себе за 15 минут через доставку получить суши, которые вот идеально кругленькие, а здесь даже вот, блядь, таких суши нет. Не говоря уже о том, что вы их хуй знает, когда сможете себе позволить. Маленькое лирическое отступление, в США действительно некрасивые суши, но прям вкусные. Следующий миф, если вы ничего не добились на родине, то в иммиграции у вас тем более ничего не получится. И я понимаю, что это высказывание скорее критикует бездумную иммиграцию, и вот просто на всякий случай, если вы не поняли в предыдущий миллион раз, когда я это говорил, иммиграция это пиздец как сложно. И переезжать без подготовки, пока вам не грозит какая-то реальная опасность, не стоит. Вот подготовьтесь так серьезно, как только сможете. Прочитайте по максимуму, все остальное сделаете, ля-ля-ля-ля-ля, к самому мифу. Вы от самых разных спикеров, в том числе разных инфо-цыганских, слышали про зону комфорта и выход из нее. Но, однако же, это реально работает. Я вот совершенно не сторонник, знаете, такой стратегии, которая у многих есть, поместить себя в самые хуевые условия, чтобы тебе в них как бы вот создать тем самым мотивацию работать. Но, опять же, к сожалению, это работает. Я никогда не зарабатывал столько, сколько зарабатываю сейчас, но, опять же, сейчас мне вот хватает на еду. И как бы, если бы я зарабатывал меньше, все было бы гораздо хуже. И действительно, мое вот как бы тяжелое положение здесь, оно мотивирует меня расти и развиваться больше и больше. Но тоже нужно понимать, что это рифмуется с моим майндсетом, который у меня уже очень давно. И я что в России был недоволен своим положением, что в Грузии был недоволен своим положением, теперь в Америке недоволен своим положением. И как бы движусь по пути его улучшения, но каждый раз подпинывает меня то, что мне все равно не нравится. Возможно, когда-нибудь я от этого достигаторства очень сильно устану и уйду в депрессию, но до этого момента вы как бы можете смотреть мои видосы. И это все не говоря о том, что в разных странах разные возможности, и как бы вот наличие этих возможностей перед вами может изменить ваше поведение. И безусловно, нужно быть очень готовым к переживанию сложного периода, но кроме этого, вот предыдущие два фактора в виде пинка мотивации вашим сложным положением и открывшимися новыми возможностями, в том числе, опять же, если вы для них открыты, оно может очень сильно изменить ситуацию, как для какого-нибудь чувачка-студента, который и не имел возможности ничего серьезного на родине добиться, так и для человека, который как-то вот занял удобное, знаете, положение жопы на родине, даже если оно вот в итоге не делало его каким-то живущим выше среднего, или хотя бы, ну знаете, еле до среднего дотягивавшего, то эти положения могут все в нем перевернуть. Но вот единственный момент, если все-таки цель вашей жизни это какое-то получение от нее удовольствия, и вот просто как можно спокойнее по этой жизни проследовать, то вот как с этим эмиграция сочетается, я не могу сказать. Скорее, никак. И правдивая печальная часть заключается в том, что не все вывезут эмиграцию. Да, вот как раз часть людей, которых вы наверняка знаете, которые вернулись к себе на родину после, можно сказать, неудачной эмиграции, это люди, которые по разным причинам не вывезли, кто-то вот как раз по самой такой глупой и банальной, что он просто не был к этому готов, никогда об этом не думал, и у него, можно сказать, шансов и не было, но кто-то именно по причине, что это суперсложно, в плане вот есть первые несколько месяцев, когда полный пиздец, да, безусловно, есть там какая-то эйфория от переезда, ля-ля-ля, но все равно ты приходишь к вопросу документов, все равно ты приходишь к вопросу того, что ты ничего не знаешь, все равно вот ты знаешь язык, ты не знаешь продукты в магазине, ты знаешь продукты в магазине, ты не знаешь каких-то внутриков про них, типа аллергенов, набора веса, или просто начинаешь скучать по продуктам, которые всегда у тебя в жизни были, у тебя там начинает какая-нибудь херня все равно по здоровью вылезать, потому что ты к ним адаптируешься, хорошо, ты узнал это, все равно есть вопрос медицины, страховки, и короче вот это вот все первые два месяца ебет вас прям очень жестко, и продолжает поебывать до конца первого года, и все вот это вот мое предыдущее про работы коллектива и все вот это, оно скрещивается с вот этими бытовыми историями и начинает вас ебашить, и вот печальная правда, с которой я регулярно сталкиваюсь в Америке, что на организацию такого переезда, как вот был у нас с Настей, мало кто решается, потому что у критического большинства, ну ладно, у просто большинства, есть действительно куча чуваков, которые переехали гораздо сложнее, чем мы там сидели в детеншинах, переходили границу вообще без языка, то есть вообще полный пиздец, но все-таки очень серьезная доля тех, с кем я здесь общаюсь, это люди, у которых какие-то родственники здесь, какие-то друзья здесь, какая-то подмога у кого-то вообще, американский паспорт давным-давно, то есть так или иначе уже заранее выстроены какие-то упрощения вот этой вот сверхсложной эмиграции, и несмотря на то, что по сути я постоянно доказываю, что результат все равно того стоит, потому что я искренне так считаю, не питайте иллюзий по поводу того, что вы точно справитесь, ну в плане, лучше конечно себя так настраивать, но просто знайте, что дофига кто не справится, последнее, что в это добавлю, что также фактор просто разлуки с вашей семьей, которая в некоторых случаях может растянуться на неопределенный период, это тоже то, с чем просто ничего нельзя сделать, и из этой логики реально, чем лучше у вас отношение с семьей, тем сложнее вам будет в эмиграции, я это уже в предыдущих уе упоминал. Вот эту тему я просто обожаю, я ее сформулировал как там сплошные гомолибералы, но я думаю вы сами можете взять из вашего личного опыта общения с разной ватно настроенной публикой любое из вот этих вот фантастических мнений. Особенно смешно это слышать про Америку, где религия в принципе и христианство в частности играет гораздо большую роль в жизни людей, чем в России, и в заправду религиозных людей здесь тоже действительно больше. Другое дело, что в Нью-Йорке на церквях можно увидеть ЛГБТП-флаги, огроменные подпись, мол, мы принимаем всех, но ключевое слово здесь в Нью-Йорке. Потому что, товарищи, если у вас, ну вот, не совсем людоедские взгляды, то поверьте, вы сможете найти кучу единомышленников в любой стране мира. Собственно, про это и есть какая-то свобода слова, хотя я вот тоже часто спорю в интернете про то, что на самом деле в Европе ее нет. В Америке она почти кончилась. И я прекрасно понимаю аргументы, которые люди приводят в пользу этого, но так или иначе, очень много самых разных консерваторов во всех развитых обществах. И вот то, чем пугают россиян проевропейцев, куча европейцев и американцев, они сами жестко против этого выступают. Сама Америка сейчас поделена буквально на две части, и выступления, и вот речи некоторых республиканцев иногда очень рифмуются с выступлениями российских чиновников. И я не исключаю вариант, что за счет того, насколько сильны были вот последние десятилетия или больше, считайте, как хотите, всякие либеральные и суперлиберальные настроения на Западе, да, широко говоря, я легко допускаю, что дальше мы увидим, наоборот, крен в консервативную сторону, и часть из вот сейчас одобренного подсвернется. Ну, в этом, мне кажется, и есть какой-то баланс. Но правда заключается в том, что общество действительно очень далеко от идеала. Я мог бы это также обозвать там пунктом неидеальная демократия и все остальное, но, короче, когда вот у вас консервативная часть общества, иногда шизово-консервативная часть общества, она не владеет как бы единолично всей повесткой в стране, это не значит, что она перестает существовать. И то, что система более прогрессивная или более развитая, или имеет там 100, 200, 300 летнюю историю, не обозначает, что оно прямо сейчас не содержит в себе какого-то ну прям долбоебизма. Но мне, например, интересно копаться в его сортах, и что также мне кажется клевым, что когда мы существуем вот в эту эру переизбытка информации, когда докопаться до любой какой-то правды очень сложно, и вообще, вот я даже говорю правды, я легко представляю пять человек в комментах, которые на все, что я сказал, могут назвать вот пять, каждый по своему собственному, а кто-то по два действительно доводов, почему это вообще неправда. Но как раз то, что вы можете посмотреть на это через призму человека из вообще другой системы, мне кажется вообще особенно интересно и классно. Но у этого также есть печальная сторона, потому что вы однозначно в любой, наверное, стране мира встретите своих соотечественников, и вот их призма некоторых на состояние страны, в которую они переехали, вообще очень удивляет, и из их речей кажется, что самым вот плохим решением в их жизни было переехать из России, но почему-то вернуться они совершенно не спешат. И что меня также очень интересует, увидим ли мы какое-то вот изменение облика русской диаспоры за границей, из-за нынешней здоровенной иммиграции, это тоже. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Самый правдивый и страшный миф. Вы никогда не станете там своим. И это как бы действительно правда, потому что мало кому удается вот прям суперинтегрироваться, переехать в Китай и почти стать китайцем. Но очень хочется заметить, что быть своим не обязательно, чтобы быть интересным собеседником или хорошим другом. Если общество, про которое, я надеюсь, вы заранее там почитали, посмотрели, поузнавали, оно лояльно к иммигрантам и отчасти состоит из иммигрантов, то тогда как раз-таки ваши отличия и становятся общей почвой для вот того, чтобы делиться опытом. И просто, ну, знаете, безусловно, есть там момент языкового барьера и всего такого, но все-таки насколько часто вы вот, несмотря на то, что вы там из одной страны, у вас какие-то общие мемы, общее культурное поле, насколько часто вам может быть не о чем поговорить с вашим соотечественником? Ну, это несложно, по-моему, представить. И я тоже регулярно получаю комменты от людей из России, там, и из других стран СНГ, про то, что, блин, вот в моем городе я вообще не могу найти единомышленников, что капец там вот в Москве, в Питере, еще где-то тусовки, столько людей и всего такого, а я у себя никого найти не могу. И несложно представить себе ситуацию, когда вы чувствуете себя одиноко, просто из-за недостатка вариантов выбора, да, среди людей. А в случае с переездом вы легко можете оказаться вот в супер разнообразном сообществе, и вариантов для поиска собеседников у вас также станет гораздо больше. К тому же в любой стране, даже если ее вот собственное общество, оно не слишком хочет с иммигрантами как-то общаться, там в некоторых европейских странах люди как в школе познакомились, так всю жизнь после этого и дружат. И даже не то, что они как-то супер враждебно настроены к иммигрантам, они просто не понимают зачем. То есть другие иммигранты, которые для вас как бы тоже иностранцы, как и вы для них, но при этом у них ровно тот же пак проблем. И они очень будут также дружелюбно к вам настроены, потому что им также нужно с кем-то, блин, пообщаться. Ну и конечно же есть ваши соотечественники, которых вы также наверняка найдете в других странах, они тоже очень неоднородные и разнообразные. И несмотря на то, что я считаю, что закрываться полностью вот в сообществе своей страны за границей, это скорее плохо и ограждает вас от всего лучшего. Но однако же, если вы не полностью закрыты, а миксуете свое окружение из соотечественников и не соотечественников, мне кажется, это наоборот клево. И последний грустный и страшный факт – все всегда будет не то. Вот насколько бы рационально вы не подошли к вопросу переезда и сколько бы всяких разных штук вас не раздражало у вас на родине, все равно там были вещи, которые вы любили и которых вы лишились и лишились навсегда. Самое жесткое, что за время вашего отсутствия они могут пропасть и на родине, и тогда у вас вообще никаких шансов к ним вернуться не будет. И в этом вопросе у вас нет другого выхода, кроме как смириться просто с этим. Но знаете, легко сказать «смирись». А вот именно это смирение с тем, что что-то ты утратил навсегда, и вместо этого приобрел что-то, что тебе, возможно, вообще не нравится, да, что вот ты ехал за одним, а тебе вдобавок дали еще три каких-то хуйни, которые тебе и не нужны были совершенно. Вот то, чтобы смочь действительно с этим смириться и действительно это принять, это одна из серьезных сложностей эмиграции. Но что мне хочется заметить, что я ни в коем случае не хочу, чтобы из этого ролика кто-то даже подумал сделать вывод, что «ой, ну везде по-своему плохо и везде по-своему хорошо, поэтому давайте просто сидеть на жопе». Нет, везде очень по-разному плохо и очень по-разному хорошо, и сочетание разного плохо и хорошо в разных местах разное для разных людей. То есть совершенно не факт, что там, где вы сейчас находитесь, это для вас вот лучший вариант. Как раз, знаете, вот мне никогда не нравилась идея там дружить всегда с чуваками просто со своего двора или со своей школы, в которую вас родители отдали и т.д. Мне всегда казалось, что это значит довольствоваться меньшим. И особенно вот в нынешней ситуации, да, довольствоваться тоже положением места, в котором вы родились, это, мне кажется, для многих может быть, вот несмотря на все минусы, которые я назвал до этого, не лучшей перспективой. Мне кажется, после всего вышесказанного мало кто сделает вывод, что я прям пропагандирую эмиграцию, да, но что я пропагандирую, это не плыть по течению. То есть, может, это тоже банально звучит, но отгонять от себя мысли о переменах тем, что, ой, да везде какие-то проблемы, это, мне кажется, ну такой вот именно самообман, который не ведет к лучшему. Лучше действительно узнайте, какие именно где проблемы, насколько они вам подходят или нет. Вот это вот, мне кажется, будет честно по отношению к себе, к ситуации и всему такому. Отдельное спасибо хочется сказать чувакам, которые состоят в моем закрытом чате фокус-группа Сейна. Туда я скидываю разные свои наработки, иногда черновики роликов, иногда какие-то дизайны. Мне там люди рассказывают, что им нравится и не нравится, и это очень мне помогает делать выводы. Иногда я там просто своей жизненной штукой всякой делюсь. Вот, поэтому если вам тоже интересно поддержать канал, то это доступно по максимальной подписке на Бусти и Патреоне. А по меньшей подписке на Бусти и Патреоне доступен закрытый паблик с музыкой, кинищем, книжками и всем остальным огромным архивом, набранным за долгие годы. А еще у меня шикарный инстаграм, который такой красивый, что можно с ума сойти. А на этом все, уже большая часть людей выключила ролик, но вы не выключили, поэтому вы мои самые лучшие зрители. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы знаете, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok